Ребят, всем привет. Привет, бродяги. И вот такая вот у меня жена, и живу я с ней. Я вот это даже удалять не буду. Смотрите, ребят, всем привет. Мы сейчас находимся в котельной, и пришло время делать ремонт здесь. Множество видео просмотрели, как сделать венецианскую штукатурку или декоративную штукатурку. Андрей весь ютуб перешмонал, все-все-все пересмотрел. Да, как сделать со шпаклевки декоративную штукатурку. Опыта у нас, как вы знаете, вообще на нуле. Но мы будем стараться сделать. Если вам интересно, как у нас получится, у людей, которые первый раз что-то стараются сделать. Если у нас получится, то и у вас получится. Потому что даже если у нас не получится, то все равно у вас получится. Мы будем пытаться сделать как есть, в общем. Сейчас у нас, вот как вы, не знаю, видите, нет. Мы когда фартук выкладывали, мы купили керамогранитную плитку, продавали кратно двум штукам, потому что в упаковке две штуки. Мы взяли четыре, использовали, ну, четыре штучки купили, две упаковки. Одна плитка осталась, и мы хотим ее использовать, сделать подоконник дерзкий здесь. Хотя у нас есть пластиковый тоже подоконник, но мы его решили просто сдать. Да, и поставим здесь керамогранитный, и потом все, от косики выведем, и сделать здесь декоративной штукатуркой в котельной. Ну, давайте, ладно, не будем разговорствовать. Сейчас здесь у нас много бардака. Начнем с того, что его надо весь... Это все вынести надо. Поехали! Бардака на самом деле оказалось больше, чем мы ожидали. Все, пошла жара. Погоди, что скажу. Кто-то из подписчиков спрашивал, как пилится керамогранит. Хорошим диском не сядь. Муж пильнул подоконник. Давай, вписываем его в наш откос. Это подоконник, не откос. Ну все, гармоничненько смотри, что тебе... Ай! Ну, какая красота! Ну, в общем, так сказать, на сухую примерили. Сейчас будем на крей сажать. Ну, так нормально получается. Да, классно, вообще супер. Сейчас мы будем намазывать кафельным клеем. Он у нас белого цвета, остался от мозаики, которую мы выкладывали в ванной. Он такой хороший, тоже качественный клей. Да, честно сказать, мы им мажем, потому что он у нас остался. Знаешь, что он очень хороший, качественный? Нет, он хороший, но я думаю, мы им мажем, потому что он остался. Ну, я еще предлагала еще другим клеем. Но Андрей говорит, давай этот израсходуем, потому что он говорит, что целый этот стоит. Мешок мешает просто. Ребят, ну все, подоконник стоит на своем месте. Выставлен, как вы видите, он у нас идеально. Мы старались. Потому что окно уже было выставлено в лазерном уровне. Идеально. Да, и мы просто под него засунули, как говорится. И все шикарно. Только сделали небольшой уклон в сторону комнаты. Что если вдруг конденсат появится когда-то либо, чтобы он стекал не под раму, а сюда. Ну, подоконником мы покончили. Теперь будем строить дальше. Поехали. Ребят, сейчас вот эту стену я шпаклюю полимерной шпаклевкой. До этого весь дом шпаклевал на гипсовой основе вот этой сухой шпаклевкой. Разбавлял сам, мешал. Купил полимерную по причине, что иногда, знаете как, увидишь, там пропустил, здесь пропустил. И думаю, чтобы не разбавлять каждый раз, где-то что-то пошпаклюю. В общем, шпаклевка вот эта полимерная, смотрите. Она очень жидкая, долго сохнет. Ну, мне трудно с ней работать. Полосы оставляет. Плюсы гипсовой шпаклевки на гипсовой основе. Быстро сохнет. Полосы не оставляет. Наносится легко, не течет. В общем, не знаю, что с этим ведром делать. Постараюсь сейчас, лишь бы его выработать, сделать декоративную штукатурку этой шпаклевкой. Потому что полимерная единственная, наверное, ее плюс, она, наверное, жестче, да, чем гипсовая. Ну, мне так кажется, когда высыхает. Ну, сейчас, если не получится, что делать у меня с ней? Кто живет в Калуге, пишите, отдам даром. Ребят, мы с женой купили коптильню после трудового, полного, рабочего дня. Мы попробовали первый раз в жизни, вообще за всю свою жизнь, закоптить курочку. Окорочка, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Честное слово, я вот мир не смотрел еще. Пойдемте, аккуратненько. Так, фонарик, помощь. Так, вот здесь специально нам сказали фольгу положить. По причине, вот видите, бульончик капает, он горький, говорят. И, возможно, типа, чтобы на курицу горечь не попала. Сейчас. Тихо. Мгновение. Ай, момент. Я, честно сказать, вообще это делаю первый раз в жизни, я вообще не знаю. Я тут еле дышу. Блин, лишь бы этот бульончик не вылить. Тут немножко, не переживай. Но я боюсь, чтобы ни в горьке не было. Я же буду кушать. Вай. Ну, у меня такое ощущение, друзья. Нет, закоптилось нормально, но мне кажется, еще надо докоптить немножко. Но они еще не до конца, мне кажется, да, докоптились? Мы, конечно, сейчас, кажется, что там мало курочки. Ну, как бы это, мы не знали, какую к нам придет, какая коптильня придет. Вот мы сейчас. Андрей не знал, какого размера она будет. Да, пробуем сейчас. Давай докоптим, посмотрим. Попытка 1, 2 будет скоро. Все, включила. Ну что, ребят, попытка номер 2. Я не знаю, как у нас здесь. Попытка номер 2. Ах, ты что, да. Вот, давай, вот так, открывайте. Ну, красота это вообще. Стали еще более румяненькими. Да, надеюсь, на вкус они будут тоже такие же вкусные. Ну, как говорят, надо сначала им дать остыть, потом употреблять. Сначала дадим остыть. Ну, здесь пока мы еще покажи. Угли раз остались, мы с женой сразу сориентировались. Это шашлык начали жарить. Ну, в целях экономии, чтобы угли просто так не прогорали. Шашлычок, думаем, оперативчиком пожарим. Ну, ладно. Завтра уже увидимся. Дальше будем уже трудиться. Трудиться. До завтра, ребят. В общем, ребят, взял шпаклевку на гипсовой основе. Буду стараться ей сделать. Сделал такой, типа, тампон. Внутри кряпка, два пакета. И буду с помощью тампона и шпаклевки самой дешевой и не из дорогих делать декоративную штукатурку. Сейчас посмотрим, как будет получаться. Густота шпаклевки, она такая у меня получилась, как манная каша, жиденькая. Посмотрим, как будет ложиться. Честно сказать, ребят, вроде наносить и не сложно. Но руки все равно как-то забиваются уже. Я думал, что я всю комнату за раз задолблю. Не знаю, получится ли или нет. Уже под сомнением. Такой получается своеобразный ежик. Сейчас постараюсь приблизить поближе. Вы увидите такой ежик. Когда будет подсыхать, я его шпателем разглажу. Не знаю, как еще получится. Не знаю, видно на сырую качество рисунка. Но никогда не думал, что из шпаклевки можно добиться такого уровня. Нужно просто поверить в себя и начать что-то делать. У меня, в общем, не было один день. Я приехала, и буквально за день комната просто преобразилась, изменилась в самую офигенную лучшую сторону. Андрей сделал штукатурку декоративную. Она просто превзошла все наши ожидания. Я не думала, что он сможет сделать именно так классно. Это комната котельная у нас. Значит, ты все-таки сомневалась в своих силах. Да. Это, считай, унижение сейчас в мою сторону. Не, ну просто правда, получилось вообще очень классно. Именно для этой комнаты больше и лучше ничего не нужно. Это прям вообще супер. Да, честно сказать, даже в комнате тоже такую можно было бы сделать. Просто мы туда уже купили обои. Ну да, у нас везде уже обои закуплены. Ну, практически все наклеено, кроме одной комнаты. Ну, в общем, я тоже хотела ему хоть немножко помочь. Поэтому сейчас заберу у него валик и тоже буду курсовать. Я тебе вот сам отдам, на. Объяснить хотел сразу, почему мы грунтуем. Мы решили не покупать лак, а чтобы шпаклевка, ну, немножко не пачкала руки. Потому что мы в дальнейшем будем... Сними с языка. Чем покрывать? Перламутром. Перламутром покрывать. Чтобы как бы ложилось, на шпаклевку перламутр хорошо ложился, мы грунтуем. Будем грунтовать на несколько слоев, чтобы шпаклевка не впитывала в себя вот этот перламутр, а оставила вот этот... Глянец небольшой. Да, и чтобы выглядело это все хорошо. Но это опять же, чтобы не покупать лак, потому что самый дешевый лак стоит 1900 или 1800 рублей. Мы посчитали, что это реально дороговато, да? Да, у нас осталась грунтовка, мы лучше на несколько раз прогрунтуем эту комнату. Да, и мы вам как раз скажем, получилось ли у нас избежать, ну, не покупать лак, чтобы как выглядело это все достойно, да? Мы это расскажем. Но если у нас не получится, придется в любом случае покупать лак. А там посмотрим уже. Ну вот, ребят, загрунтовали котельню. На два слоя. Жена грунтовала больше всех, молодец, помогла. Как говорится, с новыми силами, говорит. Ну, только единственное, говорит, ты закосячил, говорит, я привыкла работать с 11 часов. Да, он мне начал с 10. Теперь ждем полного высыхания и дальше уже будем наносить перламутр на наши стены. И увидим, как все-таки, наконец, это выглядит, потому что мы уже сами в таком трепетном ожидании. Ребят, ну, в общем, мы эту стену покрыли перламутром. Мы это вообще не засняли, потому что нет смысла. Мы ее сейчас забелили обратно водоэмульсионной краской. Мы были очень расстроены от эффекта перламутра. Благо, что мы только одну стену все-таки покрыли, а не дальше пошли. Да, потому что, когда мы смотрели видео, что покрыл перламутром такой блеск красивый. Знаете, я бы сказал, какой блеск? Блеск грязи. Как будто изначально или сейчас, как вы видите, стенки чистые. Белые. Легко дышать в этом помещении. Или сразу изначально, как будто вы ее сто раз пошоркали, эту стену. Она уже эффект грязи. Жена расстроилась, там уже чуть ли не плакал, но, честно. В общем, Андрей нашел водоэмульсионку. Хорошо, что она попала в цвет. Он просто так же губочкой все это затер обратно. Просто жена расстроилась. Конечно, можно было это сделать валиком. Валика дома, как всегда, не оказалось. И чтобы жена вот с таким лицом расстроенным не была, в общем, я взял губку. Своими руками. Все руки грязи. Да, я постараюсь сейчас врезать, какие руки у меня были. В видеоролик. В общем, обратно вернули в первый раз данный вид. Так что хотели бы вам посоветовать, ребят, прежде чем вы, если решите делать перламутр, попробуйте на каком-то образце отдельно, чтобы для себя понять, нужно вам это или нет. Потому что в видеороликах все говорят, о, да, это круто. Но нам лично не понравилось. В общем, сейчас будем искать чек и попытаться сдать эти три баночки обратно. Да, так что, ребят, если это было видео полезно, ставьте нам лайки, особенно мне. Ты ждешь лайки? Да. Да, потому что ваши лайки, комментарии помогают продвинуть наш канал дальше. Так что, ребят, спасибо за просмотр, что вы до конца были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока.